Эти выходные станут непосредственно интересными для жителей и гостей Красноярска. Всё дело в том, что мало того, что День России у нас, так ещё и Сибирский первоцвет. Фестиваль, который стартует в городе Красноярске. По этому поводу у нас в гостях две гости. Надежда Цуцу, продюсер, куратор праздника Сибирский первоцвет, и Алена Чудопал, флорист, вице-президент национальной гильдии флористов. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я так понимаю, уже непосредственно начинается создание какого-то хендмейт изделия. Это, я так понимаю, будет брошь. Это символ нашего праздника, наш сибирский жарок. Вот такую мы сегодня будем красоту творить. Надежда сейчас расскажет про наш праздник более подробно. Да, у Надежды я вижу уже такой готовый. Да, готовый красивый цветок. Это праздник цветов. Он проходит второй год, проходит на территории Успенского монастыря. Я думаю, что все красноярцы и многие гости нашего города прекрасно знают это великолепное место. Мы решили организовать там праздник для того, чтобы привлечь внимание красноярцев к этой территории, которую мы второй год благоустраиваем и украшаем цветами. Вот в частности, у нас состоится открытый конкурс по профессиональной флористике, где профессионалы своего дела будут делать букеты, арт-объекты, композиции, которые на Успенской площади будут стоять. И венок. Красивый венок из живых цветов. Да, и третьим заданием конкурсным будет изготовление венка. Я думаю, что в Сибири это очень популярно, в России в целом это популярно. И нам всем это будет нравиться. Множество локаций будет на фестивале. Вот одна из локаций это сибирское чаепитие. Цветы цветами, а вот обед по расписанию. Нам-то как мужикам интереснее про сибирское чаепитие послушать. Про еду поговорить. Конечно. Учитывая, что проект благотворительный, было бы странно, если бы мы не угощали никого. Да, совершенно бесплатно. Можно будет продегустировать чай, мед, варенье на набережной Енисеи. На свежем воздухе всегда приятно выпить чайку, отведать каких-то сибирских наших угощений. Вот я думаю, что мы попьем чай на новой набережной. Отлично. А можно немножечко хотя бы информацию? Здесь просто какое-то волшебство действительно происходит руками человека. Вот здесь вот появилась свечка. Она зажженная. Да, да, да. И что вы сейчас делаете? Вот конкретно технология изготовления цветочка. Как это выглядит? Что это за материал? Во-первых, что это за материал? Этот материал называется фоамиран. То есть изначально. Так, еще раз, я должен запомнить. Еще раз как? Фоам. Фоам. Фоамиран. Фоамиран – это название, которое уже сейчас прижилось. Вообще, это значит, что этот материал появился из Ирана. Изначально. Вот. Мы делаем броши, потому что символ нашего праздника, как мы уже говорили, жарок, но жарок занесен в красную книгу. Мы не можем их рвать, естественно. Прикольно. Я только что узнал, что жарок занесен в красную книгу, а у меня в полисаднике куча жарков на даче растет. Ну, вы жарки не рвать, вы просто эмираты любуетесь. Есть разные виды этих цветов. Это семейство лютиковых, и какие-то из них занесены в красную книгу, а какие-то можно рвать. Но мы этого не делаем, мы предпочитаем делать высокохудожественные вещи своими руками. У нас будет очень много фибирских трав и цветов, но жарок у нас будет использоваться как раз в таком красивом виде. Вы знаете, у меня такой, можно сказать, вопрос, который вот не могу не задать, потому что любопытство у меня просто распирает. Вот я, для меня это очень больная тема, выбирать цветы, потому что, как мне кажется, у нас очень мало салонов цветов, где могут собрать действительно красивый букет, который не стыдно будет подарить. Вот вы говорили, что в фестивале участвуют именно профессиональные флористы. Так вот, мне, как человеку, как мужчине, как обывателю, который приходит, выбирает букет жене или кому бы то ни было, не важно. Как мне отличить профессионального флориста от обычного человека, который вот, грубо говоря, вчера пришел в профессию? Вот может быть, есть какие-то признаки? Вы как раз придете, когда к нам на праздник, вы познакомитесь, увидите людей, как они работают, увидите флористов, у нас будут профессиональные судьи и будете понимать, куда вам идти в Красноярске и не только. Надо похвалить Дмитрия за рвение и желание узнавать кое-что о цветах, потому как есть еще один сибирский цветок, называется он колокольчик. Я с детства задавался вопросом, почему он не звенит? Вот растет колокольчик, ты к нему подходишь, а там тишина, а там просто тишина. Но мы по этому поводу немножечко прервемся, а наш корреспондент Наталья Винокурова как раз-таки расскажет о колокольчиках, которые звенят на самом деле. Доброе утро, студия! Слышу звон и знаю, где он. Он в мужском монастыре. Я нахожусь в звоннице в колокольне, где один из звонарей демонстрирует специально для вас свое искусство и готовится к фестивалю звонарей. Давайте послушаем, насколько это красиво! Доброе утро, студия! Красивые звуки стихли. У нас есть возможность пообщаться с одним из организаторов фестиваля звонарей. Доброе утро! Доброе утро! Представьтесь, пожалуйста, для наших телезрителей. Андрей Васильевич Бардаков, директор архиерийского центра Красноярской епархии. Андрей Васильевич, расскажите, пожалуйста, как фестиваль, посвященный цветам, сообщается с фестивалем звонарей? Какая у вас связь? Связи здесь можно проследить много. А вообще, конечно, красота родной природы, она неразрывно связана с традицией церкви. И цвет полевых цветов красив, и звон колокольный красив, и наша история, и наша вера, и наше мировоззрение, и ее ценности красивы. Поэтому это, прежде всего, фестиваль красоты в широком и узком понимании. Да, и гармония, похоже. Скажите, пожалуйста, Андрей Васильевич, фестиваль звонарей, насколько он будет широк? И только ли сибирские звонари будут в нем участвовать? Принимают участие, конечно, много очень звонарей самого города Красноярска, Красноярского края. Но у нас есть гости и из других городов. Это и Томск, Новосибирск, Северск, Бийск и другие города Сибирского федерального округа. Вот эта звонница, она тоже, я так понимаю, уникальна. Уникальна, в первую очередь, колоколами. Расскажите немножко о них подробнее. Но подробнее, я думаю, мы узнаем и сохраним интригу до мастер-классов, которые состоятся буквально вот в это воскресенье. В 2 часа дня начнутся они, а в 3 часа дня звон, концерт состоится. Но говоря о звоннице и о традиции, хотелось бы прежде всего отметить, что, конечно, тема колокольного звона, она всем знакома. И по фильмам, и по звукам. И сейчас в нашей жизни мы можем ее слышать на улицах города. И, конечно, для нас памятные слова. Русь живет, пока звонит звонарь. А если сказать так шире, то звон колокольный – это призыв. И тут важно понять, к чему. Это призыв к объединению. Это призыв к солидарности. И такой вот поэт Джон Дон, его слова хорошо всем известны, говорит об этом. Потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе. Поэтому это призыв для каждого задуматься, какие принципы в жизни у него руководящие, соблюдает ли он их, что для него ценно, что важно, и на что он тратит свое жизненное время. Спасибо вам большое. Я напомню, что мы сейчас звонницы Успенского монастыря. И здесь уже в воскресенье, 10 июня, с двух часов дня, правильно я запомнила? Мастер-классы с двух часов дня, звон-концерт в три часа дня. А круглый стол, посвященный развитию колокольного звона, стоит в девять даже утра. Ну что ж, запоминайте, и уже наш призыв – приходите на фестиваль цветов «Сибирский первоцвет» и на фестиваль звонарей. И попробуйте себя в этом нелегком, на самом деле, искусстве. Ну вот, как мы успели понять из слов Натальи Винокуровой, фестиваль звонарей будет как раз-таки одной из локаций на «Сибирском первоцвете». Мы все правильно поняли. Скажем так, эти два мероприятия, они происходят на одной замечательной территории. Это их объединяет. На этой территории давно происходят религиозные события. А вот у строителей «Сибирского первоцвета», которые на свои частные благотворительные средства проводят этот праздник, решили дополнить эту территорию светскими событиями, чтобы туда пришла молодежная аудитория, чтобы люди посмотрели, что это за место и как оно красиво, и как оно возвышает душу. Поэтому у нас несколько локаций. У нас вот фестиваль цветов, у нас мастер-классы, у нас открытие набережной. И днем будут, да, мастер-классы звонарей и будут мероприятия религиозного характера. То есть мы хотим объединить и благотворители, и митрополия Красноярска и Енисейская это благословила, объединить людей разных направлений, скажем так, воцерковленных, православных, может быть, которые первый раз придут в церковь, но все они окажутся вместе рядом 10-11 числа и смогут видеть эту красоту и послушать вот эти вещи. А скажите, а если, допустим, я атеист, я могу прийти? Вы, конечно, можете прийти. На нашем празднике найдется место всем, много локаций, и каждый сможет найти то, что ему интересно. А чаю атеистам там дают? Наливают, наливают чаю обязательно атеистам. Ну, а вдруг что-то изменится в твоей душе, и ты превратишься по волшебству, что называется. А что вдруг, как говорится? А что если? Я думаю, это возможно, да. Я тоже уверен, что возможно все. К примеру, также возможно, что брошь, наконец-таки, окажется у меня на лацкане пиджака. Она, кстати, готова. Да, волшебство-то произошло, рукоделие. Буквально за три минуты, вот из материала, название которого я, естественно, забыл. А, фоамиран, я вспомнил от чего. Происходит это слово. Да, потому что я вспомнил, что это фоам, это пена с английского и ирана. Это пенный такой материал пластика, я теперь понимаю, что это называется фоамиран. Смотрите, как Дмитрию идет жарок. Преобразился парень. Жаркий парень, жаркие цветы, и не менее жаркое мероприятие предстоит. Да, мы, для чего мы здесь собрались, собственно, чтобы разыграть вот этот вот удивительный, как еще расцветок называется? Жарок. Да, да, конечно. Именно так он называется. Теперь каждый телезритель, кто вдруг это увидел, захотел получить себе, может написать нам правильный ответ на следующий вопрос. Если у него это получится, то он получит такой замечательный жарок. Так вот, вопрос следующий. На какой локации можно познакомиться с растениями нашего края? Как она называется? Варианты ответа следующие. С края по ростку, это первый вариант. Второй вариант. Вокруг цвета. И третий вариант. Цвета карта. Еще раз. С края по ростку, вокруг цвета и цвета карта. Свои варианты ответа можете отправлять к нам на смс-портал, на номер 9020 с пометкой «Остров». Первый, кто пришлет правильный ответ и подпишется, получит жарок. Вот такой вот замечательный, красивый жарок, эксклюзивный, между прочим, аксессуар, который этим летом будет актуален, да и следующим, наверное, тоже. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.